Добрый день, в эфире Киевский радар. Время разбираться в столичных проблемах на столичных же дорогах. Начнем со станции метро Почайная. Там недавно произошла авария при выезде с Абалонского проспекта. С Абалони выезд, как ни странно, не затруднен. А вот по проспекту Бандеры между Новоконстантиновской и Почайной проехать несколько проблематично. Кстати, как и выехать даже со стороны книжного рынка. Повторяется сегодня еще одна ситуация. На улице Новоконстантиновской там опять авария на пересечении с улицей Корабельной. Там очень неудачный светофор, ноги разворачиваются. Именно это и является основной причиной повторения подобных ситуаций. Переместимся дальше на Подол. Он более-менее двигается, хотя проблемы с проездом традиционные, как всегда есть. По набережной Крещатинской, выезд со стороны набережной Рыбальской. Ну и, разумеется, валы загружены особенно ближе к улице Глубочицкой. Давайте посмотрим, как двигается улица Глубочицкая перед выездом на верхний вал. Ну и, соответственно, как выезжает нижний вал на Глубочицу. Кроме всего прощества, на самой Глубочицкой посредине произошла авария и также мешает движению в обоих направлениях. Ближе к центру посмотрим, что у нас произошло. Еще одно повторение ситуации у нас в районе Протасового Яра. Вчера была авария на Федорова перед ним, ну а сегодня на самом Протасовом Яру перед улицей Гринченко. Соответственно, проезд и по Протасову Яру, и по улице Гринченко несколько затруднен. Загружена также улица Большая Васильковская, разумеется, в сторону центра на одностороннее. Ну и давайте посмотрим на еще одно сложное место. Это возле Александровской больницы пересечения улицы Мечникова и бульвара Леси Украинки. Как всегда, здесь заторы, и выехать на бассейн не так уже просто. К сожалению, камера нам красноречиво это не подсказывает, но если присмотреться, мы можем заметить в углах серьезные заторы. Так что поверьте на слово. Ну и давайте двинемся дальше. Улица Грушевского, где сегодня проходят многочисленные митинги и политические события. Естественно, все это влияет на инотрафик. Давайте посмотрим, как движется улица Грушевского уже перед Европейской площадью. Здесь периодически забивается все, но сейчас, как мы видим, на удивление проезд свободный. И в принципе по Грушевского проехать можно, хотя, естественно, скорости будут невелики. Ну и Крещатик у нас не сильно загружен, в основном перед Бессарабкой. Давайте посмотрим на Бессарабку со стороны бульвара Шевченко, как она движется. Здесь также непросто проехать в течение всего дня, и не только в утренние и вечерние часы пик. Но сейчас больше всего бульвар Шевченко загружен именно в сторону центра, в сторону Бессарабки. Ну а на площади Победы, вблизи ее, по нашим данным, произошли несколько аварий. Одна произошла на пересечении Жилянской и улицы Семены-Петлюры. Другая на Семены-Петлюры и опять же бульвара Шевченко. Ну и более серьезная ситуация, по всей видимости, произошла на самой площади Победы. Так как мы можем наблюдать серьезный затор по проспекту Победы в сторону центра. Начинается он примерно от того места, где студенты КПИ любят прогуливать пары. То есть от парка КПИ, фактически полторы станции метро тянется затор. На месте находится наш корреспондент Сергей Адаренко. Он и расскажет нам подробности. Сергей, что там произошло и что мешает нормальному движению на площади Победы? Витаю Максима, витаю дорогие глядачи. Насправді ситуация тут с рухом на площади Победы очень серьезная. Майже с каждой улицы прямует большая количество автомобилей. Сейчас за моей спиной вы видите улицу Саксаганского. Автомобилей много прямует. Они пытаются в другую сторону, чтобы поехать на старый вокзал, потому что проехать вперед на площадь Победы, не понимали маневры. И вот эта улица Старая вокзальная ситуация. Тут также очень-очень напряженная. Рухаемся дальше. Площа Победы у нас еще и бульвар Тараса Шевченко. Сейчас вы видите, что здесь на него выезжают автомобили с достаточно высоким скоростью, как для такого времени. Но сам бульвар Тараса Шевченко, мы на нём были також. Он перегруженный. И не только в направлении Бесарабки, хотя вот с проспекта Перемоги рухается чимало автомобилей. То же ситуация с рухом тут достаточно серьезная в любом направлении. И если у вас есть варианты объехать, то вам про них лучше расскажет Максим из студии. Тебе слово. Спасибо, Сергей. Увы, наше время истекло. Но мы будем держать вас в курсе событий. До следующего выпуска счастливо.